добрый день господин васконян я рад встретиться с вами сегодня мы встречаемся в москве и наша сегодняшняя беседа она о дзюдо о жизни и вообще о нашей любви к дзюдо так в прошлом году я начал тему проект 55 лет олимпийского дзюдо в этом году проект немножко видоизменился и он перешел в такую как бы систему как проект кодекс дзюдо я хочу вот и поговорить о олимпийском дзюдо и о кодексе дзюдо и но для начала хочу вас представить наши видео публики кто смотрит видеоканал планеты дзюдо васконян вардана сириканович президент федерации дзюдо армении мастер спорт международного класса по дзюдо участник олимпийских игр 2000 года в сиднее ну дальше он сам расскажет уже о себе единственное прошло немножко как мы погромче говорим да что так как здесь зал мы находимся в зале тренировочном это один из центров тренировки для ну вы сейчас тоже расскажете да если вот так вот зал дзюдо вот как можно погромче чемпионат вот зал дзюдо мы как раз в москве открыли зал дзюдо мы сейчас давайте начнем так немножко не с этот зал а таким поступательным да тогда я зайду от своего рода как я начал заниматься дзюдо вот смотрите дайте вот вы можете дать свое определение что такое дзюдо для вас для меня это моя жизнь можно сказать с 10 лет с 10 лет когда я учился в школе я начал заниматься дзюдо мы влюбились в этот спорт и можно сказать это моя жизнь стала моей часть жизни дзюдо меня воспитали и в адапте и любви и сказать мне даже я могу сказать в том году я нашим страной партнер до 90 в того года чемпиона погромче до биль в чемпионах по сангу и партидор но девяносто третьем году я приехал в москву и мне вот взяли вот мои тренера на самом деле воспитали еще больше дзюдо на очень много навыков и давали меня в путь я за это хочу очень благодаря я сам цисковый я сам заниматель в циска беру команду в клубе циска и сейчас в девяносто пятом году среди английских игр среди вооруженных сын за руководство вооруженных городов и стал чемпионом стал чемпионом России в 95-м году и билл то есть мне приехали в джесс-борной России где-то в российской команде а вы сейчас рассказали уже вот даже перепрыгиваем мы через те вопросы которые я хотел рассказывать да ну узнавать у вас вы сейчас сказали что в восемьдесят втором году вы начали свой путь дзюдо а он именно начался с дзюдо или все-таки вы пришли в самбо нет вот как раз я вот начал траться с дзюдо с дзюдо а в каком городе в Армении вы начали? в Ереване в Ереване Вашим первым тренером кто вы был? моим вторым тренером был Уганисан Татур Уганисан Татур который мои первые шаги в дзюдо мне научили уже 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 93-го года как-то наверное вот так такова в армии Советского Союза самбо дзюдо как-то всегда помещался кто мог самбо наверное поделиться в том что дзюдо то есть пока самбо дзюдо не были разделить общаться сейчас уже можно сказать уже как так думаю дзюдо будет труднее по-русски и наоборот дзюдо есть тоже чемпионы по самбо форуму а почему с чем был связан Ваш выбор именно дзюдо почему почему именно дзюдо осталось Вашим первым таким видом в нашу школу ходили тренеры тренеры дзюдо наши тренеры органицы там там и в школе там предлагали кто хочет заниматься дзюдо то есть в школу не ходили там скажем кто хочет или сам заниматься или там более борьбы но потом зашли в школу и предлагали что у нас в районе открылся дзюдо то есть это не было таким ну вашим вашим желанием просто не как бы вот такой случай произошел да можно сказать тот момент был дзюдо и я хотел дзюдо и влюбился вы уже сказали что вы в 93 году переехали в Москву и начали уже бороться за центральный спортивный клуб армии скажите вот вы в 2000 году одним из первых дзюдоистов Армении точнее даже первый дзюдоист Армении кто принял участие в Олимпийских играх да именно под дзюдо немножко расскажите как это произошло ну у вас такой путь получился да начали в Армении потом переехали за Россию были чемпионом России под дзюдо ну и вдруг вы стали участником Олимпийских игр под дзюдо за сборную Армении ну и немножко погромче пожалуйста что 95-6 год как то я можно сказать уже потихоньку отходил от дзюдо то есть я уже начал не тренироваться не ходить с названием я пошел спор ну можно сказать я уже год-два даже не тренировался чисто бегал играл в футбол и в спорте да в том числе ну и занимался как профессионал ну получился звонок объявил моего тренера Анастана Атолья который меня пригласил Эдвардана вернуть в Армению нам надо бороться чемпионат в стране Армении чтобы не попасть в чемпионат мира который будет продавить дом это в Англии в Бермине ну я говорю моего тренера я жил тренер В Бермине это был 99-й год 99-й год я говорю что я не занимался я не занимался я не занимался я уже готов сейчас не надо как-то время на подготовку но говорят на подготовку у нас очень мало так что собираюсь и прилетай страну если я беру свое кимоно часто когда даже ехать в кимоно здесь лежит я забрал свое кимоно и полетел и участвую в чемпионстве в стране я знаю что я не тренированный я знаю что не хожу я не могу до 5 минут поросить я не могу чести победы быстрая победа быстрая победа быстрая победа япония япония чтобы я не смог вороться я испытаю дали шлицпатку в минуту 2 и 3 чтобы до конца могли держаться у меня была такая задача вороться и стать чемпионатом все таки я сделал свою задачу стать чемпионом в стране и тогда мне взяли сборную команду опять приняли и мне давали шанс участвовать в чемпионатах мира в Лондоне да я там я не скажу точно тоже 100% подготовлен но вот это можно сказать 50% как-то я успел там месяц у меня было время чтобы тренироваться там в нашем стране то есть дыхалку опять вспоминать свои навыки коронные приемы да и я попался в чемпионат мира в Лондоне в этом интернете в Лондоне а тогда участником олимпийской игры то есть седьмое место попадаешь на мире давали лицензию на участие олимпийских игр у меня была тоже задача чтобы вернуться назад с олимпийским сертификатом я тоже выполнил эту задачу приехал в нашу страну с лицензией участником бизнес олимпийских игр и начал готовиться на олимпиаде уже в нашем стране что для вас вот что для вас означало попадание на олимпийские игры честно сказать это была сильная жизнь бить участника хоть смотреть что такое олимпиада я мечтал чтобы попасть всегда я мечтал от России от Армении откуда-нибудь попасть на олимпийские игры потому что любого спортсмена я как знаю попасть в олимпийские игры это как-то завершение можно сказать чтобы бить участник я тоже тоже занимался самбо и чемпионом по самбо но все-таки самбо не олимпийский бит и поэтому все-таки цель у меня опасная и как-то я вот решил эту задачу и у меня надо говорить уже не участие а уже бороться за какую-нибудь награду я начал готовиться за награду уже участником я уже стал мне надо за награду да у нас начались тренировки в армии и мы уже готовились на сильнее бить можно сказать где-то уже готов на какой-нибудь медаль чтобы завоевать но в конце сбора я как-то получил область травму и играли играли игры в футбол и я там у меня получился травма на ноги и опять я начал лечить силу могу лечиться тренироваться и можно сказать не надо до конца я это все я попал на олимпиаде с травмой и у меня можно сказать тоже я проиграл но проиграл я то есть был готов все таки у меня было такое настроение такое я себя чувствовал уверенно как-то зюдо говорится но спадка не пошел и у меня не получился и может и может и травма помешало так сказать у меня хм и у меня как-то был на одном из конференций и под зюдо семинаров и один из тренеров он задал вопрос по поводу мотивации я хочу вот вам задать вопрос кто или что мотивировало у вас в тренировочном процессе вот мотивация для вас что кто-то тренер или вы сами или ваша мечта попасть на олимпийские игры что мотивировало это моя мечта я хочу попасть в олимпийских игр ins Other D всегда остальные мои родители не всем что именно должны быть семена понимаешь ребят — все еще вот мы выпущем когда his hand James хибается в стрд Тренером всегда должен быть семье спортсменов потому что семена всегда помогает они тринеры всегда должны быть не тоldко близко со спортсменом но должны быть еще близко со семьей спортсменов И моя семья всегда мне не давали спать утром, они всегда мне утром надо сменяться, то есть, да, тренеры у меня во время тренировки все это не могут, когда я бываю дома, у меня свободное время хуже, тогда мои родители мне помогают. Вардан, тебе надо уставать, тебе надо бегать, потом шкуру, потом опять на тренировку ходить, то есть, всегда, и мои тренеры тоже ходили ко моим родителям, и сказали, подготовьте. Вардан Селиканович, значит, мотивация для вас служила ваша мечта попасть на Олимпийские игры, а вашу мечту поддерживали и семья поддержала вашу мечту, и тренеры. Я могу как-нибудь друзья там, потому что они мне просто верят, что я попаду. Я не тебе верю, как ты занимаешься, мы верим, что буду. Скажите, а у вас была мечта стать президентом Федерации Задуармении? Если честно говоря, нет. Я даже не ожидал, что вот, может, жизнь повернутся, и я буду возглавляться. А как так произошло, вот, можете, ну, немножко так, может быть, эта история длинная, ну, в рамках нашего интервью. Да, если вот так сказать, я даже не помню, в 2010 или 2011 год, опять, я каждый год летаю в свою страну в Армении со всеми семьей, ну, отдыхаем там, у меня дети там тоже часто бывают. И как-то все-таки, 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 всюдаисты в нашей стране армии, армия, армия, как-то, спорсмены, как-то доверили меня. И говорят, Вактар, может, мы еще хотим тебя тоже видеть во главе Федерации Задуарма в Армении. И как-то сами мне предлагали, что давайте поступить в нашу команду, в нашу страну, в Федерацию Дзюдо, мы поможем, мы поддерживаем, мы хотим, чтобы они стали, потому что мы знаем, что без силы будет легко нам работать, и вы сами Дзюдо тоже понимаете. И как-то сами меня видели туда, чтобы я пошел. А так я вообще даже не думал, у меня смысла нет, что делать. Как-то опять, где-нибудь без связи отсюда. Я думаю, вот спорт закончился, и все. Трудно быть президентом Федерации Дзюдо Армении? Ну, кажется. Труднее, чем спортсменом Дзюдо? Ну, конечно, надо всегда быть вовремя. Каждому тренеру, каждому спортсмену надо подходить. Каждому по-своему как-то, каждый думает по-своему. Мы тоже не можем сказать, что я так хочу, или я так знаю. К каждому спортсмену подход другой, и каждому спортсмену подход другой. Надо всегда, почему Дзюдо у нас ловкий путь. Надо признан ловкой тоже, что мы должны быть с спортсменами, с спортсменами, и даже с родительным способом надо быть ловко. Выходить всегда победителем, и чтобы друг друга не могли понимать. Особенно, когда мы говорим о Дзюдо, мы должны всегда говорить, как и есть. Потому что я все прошел, идти в путь. Я знаю, и Совет, и Совет, и Совет, и Дзюдо, я живу, и Задусь. Вот Россию я видел. То есть много чего я видел, я могу понимать спортсмена, тренера и родительным способом. То есть вы, ну, вы как человек, обладающий опытом, сейчас передаете вот свои знания и опыт подрастающим дзюдоистам? Я постараюсь там все удаваться. Рассказать, что не надо без них. Не горячиться, надо спокойно быть. У нас захват есть, надо бросаться. Пока захват лет, мы должны бороться за захват. То есть то же самое я бороюсь всегда. Вы сказали сейчас о захвате. Ну, немножко так отвлечемся. Ваш любимый прием, дзюдо? Честно сказать, у меня несколько приемов. Ну, хорошо, несколько. Ну, можно сказать... Какие приемы вы больше всего получали? Ну, сами вот такие. Ну, можно сказать, бидро, подсечки, через плечо. А где вам больше нравилось бороться в стойке или в партии? В стойке. В партии у меня были сами столовые места, и поэтому я в Олимпиаде проиграл в партии. Ага. У меня пропустили. Ага. А белое или синее кимоно вам... Честно сказать, разницы нет. Лишь для моего кимоно. Которое вам вот... Да, когда я тренировался с моим кимоно, если мне давали другое кимоно, да, на нем я не тренировался, то для меня было это неудобно. Почему говорят? Потому что у нас должно быть свое кимоно. Когда свое, ты уже как-то привык на это кимоно. Ну, как раз во время Олимпиады я думал, что у нас свое кимоно. Ага. Тоже много чего означает. Но мы сперва думаем, какая разница кимоно. На самом деле, я чувствую, что кимоно должно быть все-таки свое. Какие задачи вы, как Президент Федерации Цитового Армении, ставите перед собой и перед вашими подопечными, спортсменами? Какие цели преследуете? Или какая мечта у вас есть? Я считаю, что мой цель в Армении, чтобы создавать больше школы, чтобы наши дети больше могли заниматься. Но я считаю, что дюдо всегда развивался не только в Армении, но и в нашей стране. Везде, что занимались дюдо, если все занимались дюдо. Я потому что знаю, что любой дюдо есть, даже из молодых лет. Если у нас дюдо еще есть дюдо, не буду любить дюдо. И всегда так же, понятно, как в деревне. У нас есть сейчас деревни, где вообще даже не значит слово дюдо. Как раз мне хотим эту дюдо развивать, когда есть там. У нас есть программа дюдо в школе. Вот тоже спасибо, что нам дали такую возможность. Да, мы вот в 10 школах брали всех деревьев, где дюдо вообще нет, или где-то там какой-то тренер есть. Мы начали в этих деревнях открывать зал дюдо. Им давали татаны, им давали кимоно, им давали тренерский состав. Чтобы дети в этой деревне тоже начали знать, что такое дюдо. Начали заниматься. Вот это, честно сказать, я себя чувствую очень спокойно, когда больше дюдо есть в нашей стране. Еще не говорю, когда у наших стран нет, я больше радуюсь. А как сейчас по сравнению с другими видами спорта, на каком месте дюдо по развитию находится сейчас в Армении? Да, я не скажу, что мы попадаем на четвертый или пятое место. А самый популярный? У нас ирекийская, вооруженная борьба, тяжелая атлетика, бокс. И можно сказать вам дюдо? Олимпийские игры – это вершина дюдо для любого спортсмена. На ваш взгляд, кто из мировых спортсменов является идеалом олимпийского чемпиона? Можете его назвать? Кто, на ваш взгляд, именно тот? Сейчас я спрошу. Или кто? Ну, можно кто? Кого вы считаете? Возможно, Илья Безда. Вот где я? На самом деле, он чемпион. В общем, наш соотечественный Арсен Галлистян. Для меня он тоже олимпийский чемпион, тоже идеал. Арсен бороться 60 кг. Да, 60 кг я тоже бороться. Все-таки, когда Арсен стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, я тогда когда присутствовал в этом чемпионе Олимпийских игр, на самом деле, Арсен был хорошим подготовленным олимпийским чемпионом для Лондона. В этом году должны были состояться Олимпийские игры. По всем известным причинам они перенесены на следующий год. Какая перспектива сейчас у дзюдоистов сборной Армении, мужчин и женщин? Кто из них претендует на попадание в Олимпийские игры в Токио? У нас не по дзюдо, а по женщинам очень слабые. Можно сказать, что очень слабые, но у нас растет пока. У нас уже есть чемпион Европы по юношески, девочка. У нас есть чемпион Европы, попущенный Фердинанд Карабетян, который у нас сейчас, он как раз претендует, попасть на Олимпийских игр. У нас на них, мы надеемся, честно сказать, пока на других весовых категориях, можно сказать, перспективы есть, но пока мы будем бороться на попадание участникам. А идти по Фердинанд Карабетянам, мы думаем, что мы не можем оттуда забывать, подсказываем. Многие страны, ну дзюдо сейчас, оно уже, да, так распространено в мире, да, и так перемешивается между странами, между спортсменами. Многие спортсмены едут участвовать за другие страны. Я, допустим, знаю, что там очень, ну, есть спортсмены, которые из Армении, там выступают за Россию, за Болгарию, еще, ну, ну, и наоборот, там многие, да, переезжают. Также касается относительно тренерского состава. Многие страны берут в качестве тренеров, ну, там, пример, там, и сборной России, да, пример, допустим, сборной Узбекистана, которую сейчас вот Ильяц, Ильяц, ну, там еще, ну, можно некоторые примеры. Как обстоят дела в тренерском штабе сборной Армении? Кто тренирует и планируете ли вы, ну, может быть, привлекать и нас? Ильяц. Ильяц.